У меня полтора из двух. Играю против Лекуан Лема. Однако, здравствуйте. Опасно, опасно. Сильный гроссмейстер. Он был чемпионом мира по блицу, если не ошибаюсь. Играем мы черными. Ну, поехали. Д5. Мне в 6. Рейтинг на число у меня в 2936. Вьетнамский шахматист. Так, сюда. Давай сыграть тут вариант ДЦ. Да. Так. Так-так. Давайте я пойду с НЖ-4. И посмотрим, что из этого выйдет. Так, КНД-7. На взятие-взятие. Ну, такая небольшая теория. Будем надеяться, что он ее не знает. Жертва фигуры. Идея в том, что если забирает НЖ-4, то ЕД. И у черных, во-первых, две пешки за фигуру. Плюс определенная компенсация в виде атаки на короля. Может быть, что-то из этого и получится. Так, сюда ЕД. Так, и отдает он фигуру в этой позиции. Тут против меня так один гроссмейстер уже играл. Тут сильный ход КНЕ-5. Если я правильно помню. В той партии я побил ДЦ тогда. Это тоже было, кстати, на титуле на вторнике. Ту партию я выиграл. В равном эншпиле. Да, ну, тут, в принципе, позиция выглядит вполне неплохо. Так, ну, на Б2 я забирать не буду. Не вижу в этом особого смысла. Давайте, наверное, просто вообще пошел... Хочу просто сыграть КНЦ-4 и слон Е7, на самом деле, чтобы два слона в спинку не сохранять. Не вижу в этом особого резона. Поэтому спокойненько заканчиваю развитие. Ну, и какой-то примерно равный эншпиль получается по виду. Где у меня должно быть все окей. Так, сюда аркировочка. Так, сюда. Да, можно попробовать разменять чернопольников через слон Ж5. Можно не менять чернопольников через слон Ж5. Давайте я на ферзь С8 пойду. Хочу поставить, скорее всего, ферзя на Е6. Может быть, где-то на Ж4. Владимир на Д8. Таким образом перестроится. И, мне кажется, неплохая игра. У черных. Угу, напал. Вот этот ход я ожидал. В принципе, могу просто Ф6 сыграть. Ничего критичного нет. Но можно и не ослабляться. Пойти в ферзь Ж4. Да, и Ф6 все-таки не хочется ставить. Давайте в ферзь Ж4 мне хоть нравится побольше. Защищаю таким образом на Ж7. Где-то на Е4 напал. Хотя пока, наверное, съесть все-таки не хочу. Потому что если прямо сейчас ферзь Е4, то забирают на Ж7. И неприятно это все дело. Дальше поставлю ладью на Е8. Ладью на Д8, возможно. Так, он, видимо, так ладил. Правил? Этим я определенно должен считаться. Этим определенно должен считаться. Так. Так. Такое ощущение, что Ф6, ферзь Е6 все-таки придется пойти. Давайте пока ладят Д8. На ладя Е3, наверное, пойду уже в Ф6. Ф6. Спасибо за подписку на канал. Сложная партия. Сейчас на чат и на все остальное отвлекаться не буду. Соперник сильный. И хочется эту партию сыграть хорошо, конечно же. Да, вот шаг, наверное, грамотный. Ладя Е7 под связку вставать или не ладя Е7? Вот в чем вопрос. Наверное, ладя Е7 все же пойду, чтобы на Б7 было лишний раз потом защищено. Теперь на вход слона. Я могу спокойно пойти где-то С5 и должно быть все окей. Так, ну ферзь Д7 играю. Вроде с этим ходом проблем нету. Теперь давай смын С5. Поведу слона. Теперь защищаю также сюда. Так, и вот он уже хочет пойти ладя Д1. В ладя Е8. С идеей просто сыграть ферзь Е6. Мне кажется, этот ход ошибкой быть не должен. К тому же посмотрим. На Б7 не защищено. Далее Нью-Д я, может быть, временно отдам. Но мне кажется, это не критично. Так, сюда ферзь Е6. Ну или размен ферзей. Или освобождаюсь от этой связки. Дальше буду сдваивать ладя. И то, и то меня, в принципе, устраивает, я думаю. Так, по времени я чуть позади. Но, напоминаю, что есть добавка. Контроль 3 плюс 1. Поэтому не смертельно. Хотя, безусловно, все равно по времени просаживаться не стоит. Так, вот это я, кстати, может быть, зря немножко так слон-то подвисал. Да, но уже не так важно. Так, тут пока слон Б6 убрал. Опять я не боюсь. Слон С7 пойду. Так, сюда. Ну, тут я и в 5 планировал. Наверное, и в 5 и надо играть, да? Чтобы заблокировать. Да, пешка едет теперь проходная. Но, с другой стороны, он упирается. Так, сюда давай же 6 пошел. Дальше, наверное, нам меняться я более-менее готов. Так, вот тут вопрос. Слон С7 или Слон С5? Наверное, Слон С5. Как-то слона хочется на Е7 поставить скорее. Так, во время 37 секунд. Забрал, забрал. Так, так, там аншпиль, кстати, не так плохо вроде. Ладно, давай до короля в 7 играем. На Ферзь С4 пойду там Ферзь Д5. Аншпиль, мне кажется, вполне нормальный. Ну, или просто хочу поставить Ферзь Д5, Король Е6. Сюда. Такая вот тактика галактика. Забрал сюда. Так, время, время, время. Ладно, Ферзь Д4 сыграл. Размен, размен. Так, Король Е7 пока. Не отпущать. Так. Шаг хочет. Ладно. Ай-яй-яй, Король Е6. Блин, время себе нельзя, конечно, так оставлять. Время себе так оставлять нельзя было, по-хорошему говоря. Так, переходит он в Пешник. А что за Пешник? Почти не вообще, наверное, пройдено быть не должен. На первый взгляд, во всех случаях. Так. Думает соперник. Король С5 пока. Так, сюда Король Д5. Король С5. Тут как-то надо стоять с умным видом. Мои времени-то совсем нету. Так, и что? Похоже, вроде, на Ищу. Король Е8. Поддержимся. Так. Так. Да, спасибо за поддержку. После партии прочитаю. Как-то было же уже трехкратное. Да, ничья. Фу. Так. Тряк. Там.